МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Чувашии эта компетенция особенно актуальна. Электротехнический кластер нашей республики зарекомендовал себя как бренд. В него входят более 40 организаций. Отборочные соревнования в этом направлении проводятся уже несколько лет подряд. Именно наша база соответствует нужным критериям. Требования к организации чемпионатных площадок у нас очень высокие. Мы используем только современное, наиболее актуальное оборудование и расходные материалы. И в случае, если организаторы площадки не могут предоставить какие-либо составляющие по нашему инфраструктурному листу, то мы просто не даем аккредитацию такой площадке и не начинаем проведение мероприятий. Соответственно, если мы здесь работаем, это говорит о том, что все есть. От технического задания до макетного образца предсерийного устройства. По идее чемпионата все это должен уметь делать чемпион. Вообще на компетенции электроника три конкурсных модуля. Но на отборочных испытаниях участники выполняют два. Проектирование аппаратных устройств или схемотехника и программирование встраиваемых систем на основе микроконтроллеров. На это участникам дается два дня. В первом модуле ребятам необходимо будет разработать электрическую принципиальную схему устройства согласно заданию. В течение трех часов, в течение последующих трех с половиной часов необходимо разработать чертеж печатной платы. На завтрашний день предусмотрена сборка прототипа радиоэлектронного устройства. Задания достаточно сложные, с высоким профессиональным уровнем. Их трудно выполнить в рамках отведенного времени. Это и дает возможность экспертам определить качество подготовки конкурсантов. Причем у каждого задания свои критерии оценки. Мы не говорим, что работа выполнена хорошо или плохо. Мы говорим именно о том, что работа выполнена в соответствии с отраслевыми требованиями. Либо работа этим отраслевым требованиям не соответствует. Ну, собственно, такой подход к оцене, он максимально приближен к реальным производственным условиям. Челябинская и Московская области, Новосибирск, Санкт-Петербург, Республика Коми. В столице Чувашии съехались лучшие электроники со всей России. Девять дней они доказывали, что достойны принять участие в финале чемпионата. Я начал заниматься электроникой, наверное, лет с десяти, когда пошел на гружок в школе вместе с другом и его папой. И продолжил заниматься. И сейчас уже, наверное, второй раз участвую в WorldSkills. Также участвовал в различных соревнованиях по электронике. Ну, то есть мне это нравится, мое хобби этим занимаюсь. Я хочу посоревноваться с другими участниками, чтобы понять, кто сильнее. Есть некое отличие от всех остальных участников, потому что он школьник. Если ребята четвертого курса все-таки же проходят сознательно целый курс образовательных программ, теоретических, и много что изучают, то здесь школьнику в этом плане есть у представителей колледжа некое преимущество. Но у Руслана есть большой опыт, и я надеюсь, что с теми заданиями, которые есть, с тайнами, справиться успешно. Никита Киреев на отборочных представляет Мордовию. Увлекся электроникой он довольно необычно. Играл в группе, у него сломалась электрогитара, и ее нужно было починить. Разобрав инструмент, он открыл для себя новый мир – электронику. Начал собирать простые схемы, поступил в колледж. Теперь все усилители и примочки Никита собирает сам. Признается на том, что сделал своими руками даже играть приятнее. Я думаю, человек, который в компетенции электроника, он должен обладать усидчивостью, сконцентрированностью и повышенной внимательностью, потому что тут одно лишнее движение может привести к поломке целого устройства. Все эти навыки, которые я получу здесь, можно будет совмещать в будущем. Открыть фирму по производству, например, усилители для гитары – планы Никиты на будущее. Заняться своим делом мечтает и Святослав Котов. Участник из Тульской области уже попробовал себя и в поварском деле, и в ветеринарии, но все же остановился на электронике. У нас электроника окружает повсюду, она тоже ломается. Надо создавать электронику еще новую, но говорят, что это не творческая работа, то, что ты сидишь, выполняешь определенные действия. Но, допустим, если что-то сломалось, там далеко не определенные действия. Там надо думать очень много. То есть нет таких ситуаций, то есть шаблонных, чтобы вот раз-раз, и это вот как по учебнику было. То есть нету такого. Всегда надо что-то придумывать, что-то изобретать. Чувашию на отборочных соревнованиях представляет Николай Савельев. Брат привил Коле интерес к электронике. А теперь он не может даже представить себя в другой профессии. К моему мнению, это хорошая ступенька в профессиональном плане. Я благодарен тому, что есть такая возможность принимать участие в соревнованиях подобного уровня. Я представляю всю свою специальность в этом году за всех своих преподавателей, которые обучали меня. Я чувствую ответственность, потому что на меня тратилось время и нервы. Поэтому не хочу опозорить тех, кто меня представляет. По два часа в день и так полтора месяца. К отборочным Николай готовился основательно вместе с экспертом направления. Чтобы качественно выступить, на таких соревнованиях человек в первую очередь должен быть любознателен. То есть у него должно в этой области быть интерес. И второе, он должен быть очень работоспособным. Потому что из года в год уровень растет. То есть это недостаточно по выходным заниматься электроникой. Она должна быть как твое хобби. Он очень работоспособный парень. И многое на лету сам схватывает. Некоторые вещи даже объяснять не приходилось. Просто даешь человеку задание, он его уже может сам выполнить. Вот его такая отличительная черта. В числе участников отборочных в финал чемпионата есть и те, кто уже в составе сборной России по электронике. Они готовятся к мировому первенству, который пройдет в августе. Участие в отборочных нацфиналах для них своего рода проверка на выход из зоны комфорта. Сборная уже нахожусь три месяца. Изменился подход к самому делу. Стал больше понимать всю ответственность, наверное. Зачем мне это нужно? Стал больше понимать. Как работать? Сейчас я понимаю, что это мне может дать в будущем хорошую работу. Хорошее место, где я могу жить. И много различных знакомств, связей. В итоге окончательный состав национальной сборной по компетенции электроника станет известен, как только завершатся отборочные чемпионаты по другим направлениям. Так что участникам остается только ждать результатов. Финал с измого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia пройдет в столице Татарстана. Казань соберет чемпионов не только со всей России, но и других стран. Финал пройдет с 20 по 24 мая. Ну а мы надеемся, что за честь нашей страны поборются и участники из Чувашии. Пожелаем им удачи!